друзья я не умею готовить я не профессиональный повар но я умею вкусно кушать я знаю где вкусно готовят у нас торонто и по тем местам где я путешествовал тех странах где путешествую я всегда ищу самые лучшие рестораны для того чтобы попробовать страну на вкус и сегодня мы будем пробовать на вкус грузию она имеет древнюю историю культуру религию также она имеет древнюю практически натуральную естественно не тронутую временем кухню и и у меня сегодня в гостях шеф-повар ресторана мимино сара здравствуйте здравствуйте почему я пригласил цару потому что я пробовал много грузинских блюд я был в грузии но так как готовит цару поверьте мне так так не готовит никто я считаю что цара готовит очень-очень вкусно и я сейчас хочу с вами поделиться рецептом некоторых блюд два блюда которые мне понравились особенно этаж к миру ли и а джахури джахури это семья это семейный блюд а джахури готовится в семье семье да это больше город в городе готовы а джахури это больше горах горах люди которые живут в горах так скажи пожалуйста из какого района грузии ты сама я сама с куда макаре я жила в тюлесину я выросла бабушка деревне куда макаре это очень-очень красивое место называется там туалет и у нас есть разные места красиво звучит как итальянский язык тюллетти клан тюллетти просто клана капулетти красиво то мы сегодня будем готовить первое скажи пожалуйста я давай начнем шкмероли шкмероли давай начнем шкмероли это цыпленок табака уже почистили промыли все это мы режим по кускам и потом жарим и этот жареный цыпленок уже потом потом я специальный соус готовлю и потом это в духовке варится в этом соусе специальности ты любишь как ты считаешь куры у нас в канаде хорошие я не знаю я мне не нравится только вот вот этот курицу ягун цыпленок кушаю потому что это близко близко грузинский я привыкла то что в магазинах у нас пишут фриран это все равно не то да мне не нравится я никак не привыкла наших фриран они заставляют все мясо уже готовое сейчас это надо переложить в сковородке у нас есть сковородка чистая чуть-чуть масла друзья обратите внимание что я пользуюсь сковородками фирмы рок не то что я их рекламирую а просто я испробовал много разных сковородок дорогих мы так скажем глупых глупейших сковородок типа tefal и так далее вот везде всегда чем дороже сковородка тем больше не пригорает все все пригорает вот рок это наверное единственная сковородка которая сковородки и еще одна это вот этот чугунная настоящая чугунная сковородка который встречают жены обычно мужей когда они поздно приходят вот она тяжеленная такая и она держит тепло вот эта сковородка можем купить в магазине калина все дорога уже готова надо чуть-чуть солить совсем были черный Um обязательно красный острый перец и так друзья посолили поперчили это черные молоти перед играть не острый перец и красный острый перец вот так это все выглядит красного острова вот такая вот такой черный перец ну и соль вы знаете что такое сейчас это можно уже включить вот этот который Пока небольшой, надо начать средний, и потом уже, да. Берем мясо, это свининые ребрышки. И режем, и тоже в сковородке жарим. Это мы сейчас готовим блюдо, которое называется? Блюдо, которое называется о джахур. О джахур. То есть это вот это горское блюдо, да? Это городское. Город, от бабушки все я училась больше. Так что старые традиционные рецепты, это все я от бабушки. Моей бабушке училась. Хлеб тоже, у нас была бхурня, да. Я больше старинные блюда, то что есть, в Грузии очень много старинных блюда. Даже не знают, когда я в городе говорю, вот это, да. Название, они не знают, что это такое. Не все могу готовить в ресторане, конечно, тоже, но стараюсь, чтобы. Друзья, вот так передаются традиции кулинарии от бабушки к дочери, от дочери к дочери, то есть к внучке. Именно это, я считаю, вкус страны. Вкус страны Грузии, которая передается вот таки через поколение, от поколения в поколение. Это великолепно. Сейчас у нас свининое мясо уже готово, можно переложить в сковородки. Тяжелое, да? Да, да. Настоящая чугунная сковородка. Да, да, да. Какое масло это? Это мераферинованное, обычное масло. Заметьте, в отличие от китайской кухни, где масло надо разогревать, мы все кладем в холодное масло и на холодную сковородку. Это больше здоровое, чем уже сгоревшее масло. Тоже я могу включить, да? Вот так. Среднее, начинаем среднее, потом уже. Угу. Да. Это надо посолить, поперчить. Угу. Конечно. Черный перец. Черный, красный перец очень полезен для сосудов. У нас все считано для здоровья. Даже острый перец. Окей. И еще потом, еще поперчим. Да. Пока мясо готовится, мы должны приготовить при пасе, то, что надо заправить это мясо, да? Начнем готовить соус для шкмароли. Соус для шкмароли, да? У нас есть чеснок молотый. Да. А где чеснок молотый? Вот. Я готова, приготовила уже. Из сметаны, из майонез, из молока. С этим мы приготовим соус специально для шкмароли. Давай я открою. Да. Друзья, чтобы не говорили, потому что я не принимал участие в приготовлении грузинского блюда. Да. Вот, пожалуйста. Самое главное, то, как ты открыл банку с чесноком. Сейчас начнем готовить соус. Надо сол. Я все всегда делаю по клязам. Это соль. Да, да, это соль. Это была соль. Чеснок. Здесь надо много чеснок. Угу. Вот такой чеснок органический. Да, органический. Майонез. Это был майонез, а это? Майонез, сметана. И это сметана. Ну, вы понимаете, что запах уже стоит. Да, чувствуется. Чувствуется. И молоко. Молоко, да. Молоко мы добавили туда одну чашку. Или 8 унций. Да, я по глазу всегда. Сейчас знаю. Я тоже никогда не разбирался в унциях, в граммах, в миллилитрах. Нет, да. По-моему, невозможно приготовить что-то по рецепту. В любом случае, даже если ты соблюдаешь все граммы и миллилитры. Как будто не такой вкус не получается. Все равно не получится. Нужно знать принципы готовки. И нужно чувствовать. И какие ингредиенты мы все... Ну, можно перемешать вместе. Это очень важно знать, конечно. Совместимость ингредиентов. Чуть-чуть. Еще соль. Я так думаю. Как и Кабидзе. Я так думаю. Это Фунзик говорил. Это Фунзик, да. Армянин говорил, да? Армяне, грузыне всегда дружились. Мы всегда заведовали. Нет, наши блюда лучше, чем ваше. Чем лучше, чем ваше? Посмотрим, что у нас в мясе здесь. Окей. Можно уже перевернуть. Еще надо чуть-чуть. Мясо не готовое пока еще. Окей. Сейчас пилешк мирули. У нас все готово. Только остается ждать, когда мясо. Кстати, насчет хлеба. Расскажи, пожалуйста, грузинский хлеб. Чем он отличается от другого? И где вы берете грузинский хлеб? Грузинский... Здесь в Канаде? Да. В Канаде нет грузинского хлеба. Только в моем ресторане готовлю. Да. Вы сами печете грузинский хлеб? Да. Самопечем, самоготовым. И тесто вот в таком виде. Это продается. В магазинах. В магазинах в таком виде. Это грузинский хлеб, который готовится в мемино. И почему больше вкусное? Не потому, что в мемино готовится. Потому что у нас есть печка специальная. Большая печка. Там внутри камень. Натуральный камень. На этот камень хлеб готовится. Вот этот камень. Хачапури. И то, что мы готовим в этой печке, это специальный привкус дает. Натуральный. У нас в Грузии вообще не режут. Так давай сделаем как в Грузии. Потому что как будто жалко резать. Так не надо, не надо. У нас вот так руками ломают. У нас в Узбекистане тоже так ломают. И вот так кушают хлеб. Это тоже, наверное, традиционно. Я честно скажу, я так привыкла. Я не люблю резать хлеб. Я люблю вот так ломать и так кушать. Да, сейчас потихоньку уже можно начать. Хорошо. Очень хорошее. Пока этот готовится, все мясо, да, вот. Я больше такие блюди выбрала, которые здесь тоже не готовят. Это сладкий лук? Нет, не сладкий. Все. И картошку можно. Картошка прямо даже не чистая. Не чистая? Нет. Я так прямо жарю. Вот сейчас ты для меня открыла что-то новое, что ты, во-первых, жаришь на среднем огне, а во-вторых, ты жаришь под крышкой. Да. Я всегда жарил открыто. Открыто, да. Нет, мясо больше быстрое и больше вкусное получается. Друзья, заметьте, картошка не чистится. Не чистится, да. А картошка это отваренная уже, да? Да. А, я думаю, что тоже картошка так режется легко и каким-то таким звуком не характеризуется. То есть, это картошка предварительно отваренная. Да. Не до полной готовности. Потому что картошка не должна быть открытая. Тогда некрасивая и некусная. Это потом мешается так, чтобы не видно, что там. Это у нас кинза? Это кинза, да. Грузины всегда больше любят. У нас в нашем стране больше кинза любят. Посмотрю, что здесь. У нас есть. Ага. Достаточно жара или добавить? Нормально, нормально, не надо добавить. А сколько мы жарим свиные ребрышки? Ну, где-то 15-20 минут. 15-20 минут? Хорошо. На среднем огне? На среднем огне, да. Друзья, мы готовим на обычной кухне, в обычной квартире. То есть, для того, чтобы вам приготовить эти блюда, не обязательно иметь какие-то особые печи или особое оборудование. Этим и отличается наша передача от многих других. То есть, те блюда, которые готовим мы, вы можете также приготовить у себя на кухне, используя абсолютно обычные ингредиенты. Все. Это мясо уже готовое. Можно уже. Вот так мы выливаем наш соус на это мясо. Да. Вот так. Ну, наши простороны еще в духовке. Где-то 5 минут. Ну, здесь не надо. У нас нету такая печка, натуральный камень. Главное, чтобы это уже готовое. Потом еще острый перец. Красный перец. Да. Острый, красный перец. Насыпаем. И все. Наши шкмерули готовы. Можно уже кушать. Берем грузинский хлеб. Макаем в грузинское шкмерули. Друзья, помните, я говорил вам, что лагман и плов – мое самое любимое блюдо. Я вас не обманул. Так и есть. К этому блюду еще прибавляется блюдо шкмерули. Очень вкусно. Это и есть вкус грузии. Если кто-то скажет, что грузинские блюда острые, у меня есть один рецепт. Не кладите туда перец. Перец, да. И все. И не будет острым. Да. Очень вкусно. На здоровье. Положим картошку здесь, чтобы жариться. Я вообще отдельно жарю, но это можно сейчас в таком виде. Вот так. Все. Вот так. Еще чуть-чуть поджарилось. Все. Сколько помещается. Вот так. И луч. Это в ресторане мы делаем все в печке. Вот так он в виде, а потом в печке это все. Можно сковородку готовить. Все. Все. Это черный перец. Да. И это красный перец острый. И все. А мы до этого солили это мясо или нет? Мясо, да. Да, еще картошку. Еще раз солим. Соль. Да. И можно чуть-чуть. Очень мало чеснок. Да. У меня ложка была. Чеснок. Очень мало мы гладим. Очень мало. Разбавляем маслом. Чеснок. Разбавляем маслом. Маслом, да. Чуть-чуть. Очень мало, чтобы много масла. Вкус передается через масла и через жиры. Чеснок тоже очень любимый. Еще подождем 5-7 минут. И будет очень охури тоже будет готов. Будем готовить салат обычный. Огурцы, помидоры. Но можно разные салаты. Но я больше всех рекомендую в этот салат. Потому что мясо надо кушать с салатом вместе. С овощами? С овощами, да. Любой с овощами вместе. Больше вкусно и больше полезно. Мясо с овощами. И пусть вегетарианцы нас не поймут. Вот так. И наша у джахуры готова. О! Вот так. Какой запах. Да. И не вздумайте это блюдо назвать жаркою. Да, похоже жаркою. Ну, похоже, но не то. Все дело в деталях. Это жаркою. Там еще морковку надо добавить. А у нас морковку не добавляют. Сарова, а можно мы будем руками отсюда кушать? Да, можно. А можно и сковородкой будем кушать? Прямо сковородкой. Так, руками. Да что же за нас такая грузина? По-моему, у вас все можно. Да, да, да. Что не спросить, все можно. Друзья, и это действительно... Вкусное будет, и салат у нас готово, все есть, и аджики готово, все, все, все есть. Можно вот так перемешать. А мы солили его, да? Да, 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 все есть уже, и масло, и все, и все. Давай вот здесь вот. Вот. Хорошо, хорошо. Ага. Как красиво, даже жаль, как шутил. Угу, угу. Посмотрите, как красиво, какой красивый салат. Какой красивый грузинский стол. Стол. Как красиво, да. И что у нас не хватает грузинскому столу? Абсолютно правильно. Не хватает... Грузинское вино. Грузинское вино. Грузинское вино. Друзья, ну вот это уже настоящее грузинское застолье. Да. Правильно? И хоть я не пью алкоголь, но вино Алазанская долина для грузинского стола, наверное, это атрибут, да? Да. Давайте мы просто пригубим. Да. Чем отличается грузинское застолье от остальных? Тем, что оно начинается с тостов. С тостов, да. Цару, пожалуйста, скажи красивый грузинский тост. Пипим за мир. Спасибо. Потому что сейчас, в этом мире, сейчас, в 21 веке, это так важно стало. Так важно здоровье и мир. Вот одно то, что прошу, Бога, чтобы всегда это было у нас. Мы никогда не видели войну. Никто не болел, никто не страдал. И чтобы все было хорошо, весело и красиво. Спасибо тебе, Цару. Самер. Так какой самый главный ингредиент? Я знаю, орехи. В грузинской кухне есть гранат. Да, да, есть гранат. Какой самый главный ингредиент в грузинской кухне? Самый главный ингредиент в грузинской кухне, это маленький кострол с большей душой. Вот это самое главное ингредиент. Цару, спасибо тебе большое. Дай Бог вам того же, что ты пожелала всему миру. Мир вашей красивой, гостеприимной земле, вашему народу и процветания твоему ресторану. Спасибо. Спасибо за все. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.